Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих 8 лет жил Донбасс, каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестёр, пытались достичь мирного разрешения, тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры – ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаёте из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуры. И, прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни.